Аграрный эксперимент южных районов, профилактика на пути опасной инфекции, женский подход к бизнесу и творчеству, ивент-менеджеры про обычаи наших предков и чауские сказки на подушках. Это программа «Днями». Я Андрей Скоробогатов. Здравствуйте! В этом году в планах у сельчан Могилевской области получить высокий урожай всех культур и создать сильную кормовую базу для животноводства. Зима была неожиданно теплой, без снега, и как поведут себя зимы, пока неизвестно. Что до сева Ярового, то тут аграрии решились на эксперимент. На нескольких полях посевную начали примерно на месяц раньше обычного. Дело в том, что именно сейчас в земле достаточно влаги. К стратегии полевых работ подключились и ученые. Подробности в нашем сюжете. Еще наши предки верили, что если первое зерно положить в землю по всем обычаям, урожай будет богатый. По старинному обряду стартовали весенние полевые работы и в Кировском районе. В этом году хлеборубы вышли в поле примерно на месяц раньше. Механизатор Владимир Комар, хотя в поле трудится с юных лет, такого раннего сева и не припомнит. По середине апреля, ближе к концу туда, как обычно, сеяли. А сейчас погода показывает свое, заставляя нас раньше начинать сеять. Техника у нас готова вся, готова к бою, ждет уже давно. Одним нажатием кнопки примерно две тонны ячменя направляются в пассивной агрегат, а потом и в землю. Главный агроном уверен, что успех хлеборубов больше зависит от небесной канцелярии, нежели отдат в календаре. Зима, как видите, такой не было, снега не было, поля освободились рано, незакрытые. Земля, в принципе, уже готова, накрошится, техника идет хорошо, но влаги в ней накопилось мало, поэтому, чтобы успеть ухватить, надо посеять пораньше. С прогнозом погоды сверились аграрии четырех южных районов Могилевщины и решились на яровой эксперимент. Одновременно с Кировским первые зерна упали в почву на некоторых полях в Бобруйском, Глузском и Осиповическом районах. Провести эксперимент, посеять, ну и потом понаблюдать, как сходы будут, как все. Если получится, почему нет. Подходы к ведению сельского хозяйства меняются. Свои правила диктует погода, технология, рентабельность культур. Вот и в этом году полностью пересмотрели структуру зернового клина. В связи с вот этими аномальными погодными условиями мы изменили структуру посевных площадей, пошли на то, чтобы посеять на 20% озимых культур больше. Также увеличили сев крестоцветных культур на 14%, тоже увеличили. Ну и снизили именно вот такие неблагоприятные, я считаю, культуры, как овес, который на сегодняшний день никакой экономики не составляет. Пассея на 3600 гектара озимых зерновых. Было увеличено 600 гектар посева озимого третикалия. Это связано с тем, что выросло в хозяйстве поголовье свиней, которым необходима корма. В этом году мы планируем получить 30 тысяч тонн зерновых культур. В агрокомбинате «Заря» Могилевского района на линейке готовности и техника. В 20-х числах планируют приступить к подкормке озимых работе с рапсом. Три пассивных агрегата ждут своего часа. А вот от дорогостоящей авиации пришлось отказаться. Взамен две современные машины по внесению удобрений с уменьшенным давлением на почву. 200 гектар за смену, но здесь плюс в том, что мы не привязаны ни к погоде, ни к ветру, ни к дождю. То есть в любой момент мы можем выйти в поле и внести точечно то же самое количество минеральных удобрений на то же самое количество гектаров. То есть мы готовы к бой. Стратегию полевых работ в новых климатических реалиях обсуждали этими днями в Горках. К диалогу агрария в области подключились ученые. На повестке дня в числе других вопрос о сроках внесения азотных удобрений. Если посевы раскустились с осени хорошо, у них имеется 1000-1500 продуктивных побегов, побегов кущения, то такие посевы нужно подкормить, когда накопится эффективных температур, а это когда средний суд, точнее, температура плюс 5. И я думаю, что к азотным подкормкам мы приступим не раньше, чем во второй декаде, в конце второй декады марта, соответственно, с корректировкой на складывающиеся погодные условия. Благодаря теплой зиме вегетация зимных культур продолжалась на 30-40 дней больше. Рабс в достаточно хорошем развитии, достаточно накопил пластических веществ. Я думаю, небольшие заморозки он выдержит. Если будет ложено еще материальное средство, то рабс будет, белок будет, ну, будет молоко. Рабс любит могилевские сухие суглинки. В хороший год, по перезимовке, могилевская область имеет все шансы догнать такие рабсовые гранты, как Брестская, Гродинская и Минская области. Чтобы урожайные прогнозы сбылись, руководитель области Леонид Заяц призвал приложить усилия, знания и опыт и к земле подойти по совести. Могилевская инфекционная больница днями стала работать в новом режиме. Ее площади освободили для пациентов с подозрением на коронавирус. Между строк читать не надо. Не надо и паниковать. Это общепринятая инструкция для профилактики распространения опасной инфекции. Напомним, 28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Тему продолжит Екатерина Городницкая. Могилевская инфекционная больница. Видала разные времена. Сейчас здесь непривычно, немноголюдно. Больницу полностью приспособили для приема пациентов с подозрением на коронавирус. У нас сейчас госпитализируются пациенты, которые прибыли из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Это такие страны, как Китайская Народная Республика, это Италия, это Иран и Южная Корея. Либо те, которые хотя бы транзитом проехали через эти страны, в частности такие у нас есть дальнобойщики, и которые имеют признаки респираторной инфекции. То есть это повышение температуры даже до невысоких цифр, это 37, 37,2, и имеют какие-то респираторные симптомы. Кстати, в инфекционной больнице и двое могилевчан, летевшие одним рейсом с иранским студентом, у которого первым в Беларуси был подтвержден коронавирус. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все контактные лица подлежат, конечно, диспансеризации амбулаторно-поликлинической сети. На сегодняшний день списки контактных лиц имеются во всех поликлиниках. Врач-терапевт посещает их на дому, берет данные лабораторных анализов и наблюдаем 14 дней с открытием облискания трудоспособности. На момент наших съемок медучреждения области не закрыты на карантин. Мы в детской областной больнице. Здесь снизили объем плановых операций, но так положено по инструкции, чтобы создать резервный фонд мест. К тому же в больницу переехала часть пациентов из инфекционки, когда ее перепрофилировали. Как правило, это дети с ангинами, с танзелитами, с мононуклеозом, которые не представляют какой-то повышенной угрозы инфицированию окружающих и могут находиться в условиях общих отделений, в отдельных палатах. На сегодняшний день стационар, в принципе, полностью готов к оказанию медицинской помощи. Но я надеюсь, что ничего серьезного и страшного мы в эту эпидемию не увидим. Под наблюдением медиков в области более ста человек. Ситуация в мире по коронавирусу меняется ежедневно, поэтому и цифры могут меняться. Так называемая инфекционная кровать есть во всех районах, сообщили в обл. сполкоме. Обследоваться и получить достоверную информацию можно в инфекционных больницах Могилева и Бобруйска. Но, как говорится, не надо паники и ненужной инициативы. Если человек желает обследоваться, а вдруг со мной что-то бы могло произойти, конечно, мы не обследуем всех желающих. И в этом настоящее время пока нет необходимости. Лечебные учреждения области перешли на масочный режим. Правда, это не связано с коронавирусом. Так действует всегда в сезон острых респираторных вирусных инфекций. Первичная защита доктора, который осматривает пациента. От вируса маска предохраняет условно. Конечно, есть разные типы масок, но надо помнить, что обычные одноразовые и способны защитить лишь на пару часов. Потом их обязательно надо заменить. Но главное, и об этом говорят все медики, сохранять спокойствие и не забывать о простейших профилактических мерах. Например, избегать мест скопления людей и почаще мыть руки с мылом. Первый салон красоты в Кличеве – важный инвестпроект для районного центра. Это частный бизнес семьи Гелецких, но речь идет не только о расширении сферы услуг для местных жителей. Это еще и новые рабочие места, женская занятость и платежи в бюджет. Сегодня субъекты предпринимательства в Кличевском районе, а их более трех сотен, обеспечивают без малого четверть доходов района. Жительница Кличевой – Кристина Гелецкая, бухгалтер, ее муж Сергей – строитель. Они многодетные родители, а теперь у них есть еще одно детище – семейное дело. Причем их частный бизнес – это часть развития сферы услуг Кличева и района. Мне очень нравится. Уютно и просторно, много места. Алла Кушнер, как и ее новые коллеги, пришла в салон по интернет-объявлению и считает, что ей повезло. Сама девушка, кстати, из известной Кличевской многодетной семьи Кундиковых. А найти работу в Кличеве по специальности, с хорошим заработком и в комфортном месте очень непросто. Особенно, если нет у нее опыта работы, особенно если ты и молодой человек. Это ужасно. А сюда я попала, я в интернете увидела объявление, что требуется, и пришла в собеседование. Клиенты, которые пришли в салон прямо на открытие, рады новинке. Ведь такое заведение – знак цивилизации в маленьком районном центре. Очень приятно, что в маленькие города сейчас все чаще приходит сервис такого уровня. Важно, что в салоне открылись новые рабочие места именно для женщин. Но некоторым из работников пришлось научиться новой профессии. Мне приятно делать эту процедуру, надеюсь, и клиенту моему будет также приятно. Впервые в Кличеве появился свой косметолог. Я вообще-то хирургическая медсестра. И решила немного усовершенствоваться, прошла курсы, и вот, надеюсь, получится из меня косметолог. Кристина уже лет 10 мечтала о салоне красоты, большом и современном, где бы жительницы райцентра наводили красоту. Чего же это стоило? Стоило немало времени. Некто потраченных. Ну, к сожалению, конечно, да, без этого никуда. Вложились мы немало в это дело. То, что было до того, как я начала это дело, и сейчас, это, конечно, две большие разницы. Разница эта действительно стоила денег. Инвестиции в проект составили 60 тысяч рублей. Значительная часть – семейные сбережения. И больше 20 тысяч – банковский кредит на оборудование. Расчет на то, что кличевские женщины перестанут ездить в Могилев и Бобруйск за парикмахерскими услугами и косметическими процедурами, а будут идти в местный салон. Местная власть инвестпроект поддержала. Отдала за символическую сумму свободное здание в райцентре. Ну, это такой очень интересный первый опыт нашего государственного частного партнерства с целью поддержки предпринимателей, молодых инициативных наших людей. Мы предоставили его безвозмездно, это здание. И в течение двух лет силами этой семьи из практически такого неприглядного здания получился вот такой проект интересный. Здание бывшей типографии, если честно, стояло полуразрушенным. В этом здании ничего не было, даже полов не было. То есть оно было нулевое. Только каркас и то, которое пришлось переделывать. Почти два года ремонта своими силами. Вот это вера в бизнес-идею жены. Когда здание увидел, не сразу поверил, что с него что-то получится. Ну, получилось. Почему бы все-таки ее поддержали? Наверное, выхода не было. Конечно, цель семейного бизнеса – быть хозяевами, заработать и передать дело детям по наследству. Милена и Элина уже любят этот салон. Я думаю, что он красивый, и папа очень хорошо постарался. И что тут очень красивые нотики сделают. Мама давно хотела открыть этот салон, и у нее наконец-то получилось. Я очень рада за маму. Сегодня в Кличевском районе две с половиной сотни предпринимателей и еще почти 80 коммерческих организаций. За прошлый год их стало еще больше. Частники заплатили более трех миллионов рублей налогов в местный бюджет. В районе живут почти 15 тысяч человек. В самом райцентре почти 8 тысяч. В райисполкоме говорят, что люди идут к ним со своими бизнес-идеями. Но дальше идей не часто продвигаются. К идее нужно добавить активное действие. Кристина же заручилась поддержкой семьи, разработала бизнес-план, взяла кредит. В общем, проявила решимость и исполнила свою мечту. Салон красоты открыли накануне Международного женского дня. Хозяева чувствовали себя первооткрывателями. Они, собственно, такие и есть. 12 человек в райцентре уже оказывают парикмахерские услуги, а салон красоты действительно первый в Кричеве. Хочется здесь продолжать и оставаться. И не останавливаться на достигнутом. Самой себе даже хочется пожелать этого. Потому что это не конец, это только начало. Желаем вам удачи. Спасибо. Этими днями исполнилось 5 лет общественному объединению могилевских ремесленников Ширая Майстерня. О людях, которые не сидят без дела, а также женских секретах, мы поговорим в студии днями. Наш гость и руководитель Ширы Майстерни Алла Смолякова. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас прежде всего с первым юбилеем Майстерни. И помните ли вы, с чего все начиналось и почему Майстерня Ширая? С чего все начиналось? Начиналось все, наверное, вообще гораздо раньше. 9 лет назад. Ну так, на вскидку, примерно около 9 лет назад, когда было организовано любительское объединение ремесленников в Махилевские майстры при городском центре культуры. А потом у нас было такое помещение, галерея, которое нужно было давать какое-то название. И вот, совещаясь, мы решили, что это должна быть все равно мастерская. Но Майстерня, она и есть. У мастеров не может быть там чего-то другого. Майстерня. Долго думали, какая она. Там Майстерня на Дняпром была и различные варианты. Но осталась она искренней у нас. Поэтому у нас Ширая Майстерня. Ну, у нас, наверное, такие мастера. Поэтому и название соответствующее. А современные ремесленники, а не кто? Это творческие люди. Это просто творческие люди, у которых есть непоседливый дар не сидеть сложа руки. Вот и все. Просто человека другой раз от идей может разорвать, наверное. Ну, я так представляю, когда накапливается, может произойти этот взрыв. Но вот, чтобы не взрывались, они начинают что-то творить и куда-то выпускать. Свою энергию творчество. Вы мастер соломоплетения. Как вы выбрали такое довольно редкое ремесло? Наверное, оно выбрало меня. Моя мама работала на фабрике художественных изделий. И солома была дома. Она работала. В общем-то, чтобы как-то показывали, садили меня, учили. Ну, такого не было. Я не знаю, как я этому научилась. Но когда уже есть какой-то материал, с которым ты имеешь представление, как работать, и у тебя есть какие-то творческие планы, которые нужно реализовать. Ну, по крайней мере, я так считаю для меня. То реализуешь тем материалом, который тебе доступен на тот момент. Ну, вот так и получился из меня мастер. В прежние времена в работе ремесленников всегда была доля волшебства, магии. А вот осталось ли для этого место в современном мире? Конечно. Вот это даже безусловно. Потому что, во-первых, мы уже сказали, что это энергия. И, наверное, ремесленники все-таки суеверные люди. И верят в то, на какую Луну начинать. Да, на растущую или на убывающую. А это все еще важно для вас? Для меня... Знаете, когда поджимает выставка, на Луну уже не смотришь. Последние две ночи ты все равно сидишь и делаешь. И растет она или не растет. Ну, наверное, она растет, глядя на тебя. Потому что все равно это выливается в какие-то планы, которые реализуются, в конце концов. Как с теми же крыльями ангела, которые были в этом году. И работы-то не было, а крылья уже были. Пришлось взлетать. Вы работаете с соломой. Не могу не спросить. Соломенные шляпки сегодня в моде? Они всегда в моде. И я так думаю, что всегда будут в моде. Для тех, кто вообще любит шляпки. И для тех, кто любит выделяться. Все-таки это не тот элемент, который сейчас аксессуар, и головной убор, который носят постоянно люди. Если мы видим в шляпке мужчину, даму, все равно кого, он уже выделяется из толпы. Поэтому это будет всегда в моде и будет выделять тех людей, которые их носят. А есть на них спрос? Люди спрашивают, мне бы такую шляпку, может быть, и видят, и говорят, всегда о ней мечтал. Или примеряют в шутку, а на самом деле потом говорят, ой, она мне подходит, покупают, уходят с ней. Ну, я хочу сказать, что те, кто носят шляпы, они ищут шляпы. Те, кто не носят, а случайно, в примере, тоже покупают. Сейчас очень много, допустим, соломенных шляп покупают для интерьера, как оказалось. То есть даже не меряя. А вообще соломенная шляпа, конечно, она ищет своего хозяина. Мы разговариваем с вами накануне женского дня. Можете ли вы ответить на главный мужской вопрос? Чего хотят женщины? Если мужской вопрос, то могу, конечно, сказать, женщины хотят любви и внимания. А если с женской стороны? А если с женской стороны, женщины хотят спокойствия, мира, самореализации, всего и побольше. В интервью с творческими людьми я обычно разговариваю о герое нашего времени. Вот героиня нашего времени, она какая? Это счастливая женщина, это уверенная женщина, это нежная женщина, это красивая в любом возрасте женщина. Это просто женщина. Она уже героиня сама по себе. И глядя на вас, я бы дополнил и та, у которой горят глаза. Да. Спасибо. Спасибо вам большое за разговор. С днем рождения Широй Майстерни и с женским днем. Спасибо большое. Мягкий подход к изучению белорусского языка и истории родного края нашли в Чауском историко-краеведческом музее. Здесь стартовал проект для детей «Сказки на подушках». На его создание музейное сотрудники не потратили ни копейки. Оказалось, что в музейных фондах есть все необходимое, чтобы народная белорусская сказка превратилась в интерактивную игру. Где сказку можно не только послушать, но и потрогать руками, расскажет Юлия Мычко. Сегодня с вами будем слухать белорусскую «Сказку». Новый проект «Сказки на подушках» родился из старых музейных штор. Ткани хватило на 27 мягких сидений. На них не обязательно только сидеть. Такой мягкий и домашний подход помогает настроить детей на нужный лад. Впереди не урок и не занятие, а настоящая сказка, причем на белорусском языке. Чтобы дети незаметно для себя слушали белорусскую мову, запоминали какие-то слова, чтобы что-то откладывалось. Ну и, конечно, чтобы они полюбили музей еще с этой стороны и постоянно к нам шли, потому что сказок же белорусских много. Обычно дети дошкольного возраста приходят сюда по пятницам. В детских садах этот день недели посвящают родному языку. И экскурсия в музей удачно вписывается в расписание малышей. Нравится, они с удовольствием слушают и пытаются повторять что-то на белорусском языке. Для них это интересно, какие-то слова, они повторяют. Удержать фокус детского внимания сложно, поэтому для увлекательного рассказа музейные работники используют не только экспонаты, но и игрушки, картинки. Чтобы дети не заскучали, сказку листают в разных выставочных залах. Зубор, конечно. Бачите, у которого полость. Внимание этих детей очень короткое время занято, потому где-то максимум 20-25 минут. И поэтому за это время, помимо смены действий, одинаковых слов, которые они могут уже повторить, используются и вот эти предметы. Проект «Сказки на подушках» разрушает стереотип о музеях. Сидеть на полу, трогать экспонаты руками и перебивать экскурсовода. Все это делать и можно, и нужно. Эта сказка учит тому, который нужно слушать для родителей. Ты любишь сказки? Да. А дома тебе родители читают? Ну, иногда читают. Зачем детям читают сказки? Чтобы они быстрее засыпали и раньше просыпались. Посидеть на подушках, но уже в формате другого проекта, Чаусский музей планируют предложить и взрослым. Возможно, это будет показ диафильмов. Ивент-менеджмент активно осваивают могилевские школьники. Это целый комплекс по планированию и ведению мероприятий. Получается, что ребята сами учатся проводить свободное время, ярко используя и учат этому других. Оказалось, что в таком модном занятии нашлось место обычаем и обрядам наших предков. Этими днями команда начинающих ивент-менеджеров собрала гостей в музее этнографии «Гукать весну». Наш корреспондент Юлиана Шлыкова считает, что, судя по погоде, у ребят это получилось. Сегодня здесь весну встречаем и на праздник приглашаем. Весну в Мигелевском музее этнографии звали по всем обычаям. Например, наши предки считали, чтобы весна быстрее наступила, дом нужно украсить специальными весенними символами. Мы будем использовать тех различных птичек. Там будет глина, керамика, бумажная пластика. Мы будем изготавливать эти птицы, благодаря которым мы будем гукать весну. Мы будем выходить на улицу, засчитывать пожелания с этих птичек. И таким образом древние славяне встречали весну, звали ее, отпускали птичек. И эти птички должны были с собой эту самую весну привезти. Своими знаниями ивент-менеджеры делятся с гостями праздника. Вот, например, еще один атрибут зазывания весны – свистульки. На самом деле в древности это был целый магический атрибут, которым отгоняли от себя злых духов зимы и призывали весну. Этот праздник назывался свистопляски. Кроме магических свистулек, символом наступления весны были вот такие птички-мотанги, которые по древнему преданию кликали весну. Их еще называли «птица счастья» и считали надежным оберегом в каждом доме. Чтобы сделать птичек-мотанок, понадобится бумага, нитки, салфетки. Несколько ловких движений, и вот у гостей праздника из Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева готов еще один символ весны. Очень хорошо, что наши обряды сохраняются. И мы передаем свои знания какие-то, поколения передают нам. Сейчас это все возобновлено, и очень хорошо, что наши дети это знают теперь. И мы заодно с ними рядом. Уже третий год ребята 2-й и 33-й школ Могилева вместе с учителями участвуют в республиканском инновационном проекте. В нем детей учат интересно организовывать свое свободное время. А для этого ивент-менеджеры, кроме основных учебных предметов, изучают художественные дисциплины. И те задачи, которые мы ставили перед собой, однозначно они реализованы. И знаете, когда создана система целой работы, значит, по проведению мероприятий, создан, например, у нас виртуальный родительский клуб, составлен план работы, и согласно этому мы проводим широкие, большие, обширные мероприятия с учащимися и с их родителями. И стараемся выйти в социум. И сейчас мы заканчиваем нашу деятельность. Надеемся, будем переходить к статусу регионального центра по развитию творческой способности детей. Кстати, днями в Могилеве прошел республиканский семинар по организации досуговой деятельности. С опытом могилевских ивент-менеджеров знакомились педагоги-инноваторы со всей страны. Все замечательно, детки молодцы, и сами педагоги молодцы. У них такой творческий коллектив совместный, где и педагоги, и учащиеся, они организовывают такие эвент-мероприятия, ну, такие же, в принципе, как и мы. И на уровне, конечно, все прошло. Огромное спасибо. Технология инновационная, хотя бы потому, что каждое мероприятие, а в учреждениях образования таких мероприятий бывает очень много. Но приобретало черты ивента. Ивент – зарубежное слово, но слово, которое характеризуется такими понятиями, как оригинальность, знаменательность для всех участников данного мероприятия. Как видим, белорусские традиции работают даже в модных технологиях ивент-менеджмента. Ведь, судя по погоде, весна пришла. И напоследок об отдыхе. Вы знали, что впервые воскресенье было объявлено выходным днем практически на заре нашей эры – 7 марта 321 года. Сделал это римский император Константин. Были у него свои причины запретить физический труд, воскресенье и посвятить этот день мыслям о высоком и вечном. Надо отметить, что ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось таким удовольствием, как этот нормативный акт. Кстати, в большинстве годовых циклов 52 воскресенья, но раз в несколько лет бывает и 53. Понятно, что не все могут позволить себе обязательное выходное воскресенье. Но главное, чтобы свободное время мы проводили с пользой. Берегите себя и думайте о других. Программа «Днями». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова